всем привет с вами архивьюшин и это шестнадцатый влог из отеля liberty hotels lara и сегодня вы увидите питание в нашем отеле я хотел бы сказать что на нашей территории кроме главного ресторана есть кондитерская и также отдел пасты и пиццы гезли меху догов арбузов и тому подобное но они работают в разное время поэтому в этом выпуске вы увидите не все что на самом деле есть на территории а я пришел на завтрак как начало с йогуртов джемов фруктов консервированных потом уже белые фрукты бананы векторины орбезы дыни йогурты свишни с малины с априкосом греческий йогурт мысли какие-либо хлопья луком бахли печенье дальше турецкий омлет грибочки колбаска олазьи овощные картофельное пиле еще одна колбаска морковное саде омлет фашированный перец с картофелем тушеная брокколи гранат из помидоров яйца с вами на их куриенте вкусный хлеб это какие-либо закуски сыр вкусный сад а нам масло гида жем шоколад еще больше на пусть далее Далее, это солдарёк, такие немецкие, булочки, поршевые, аморка по-испански с картофелем, луковые колечки, и есть афсанго или сериафарка, можно говорить, либо орешки, либо корицу с картофелем. Дальше, хлеба, булочки, мастерия, очень вкусные вот эти булочки с шоколадом. И дальше у нас идут тосты, ещё один омлет, баклажаны, яйца, жареный сыр в панировке, посолом по конкурсу, специальные льдинчики, и всё здесь красивое. Итак, мы пришли в бар, где можно заказать еду по меню, и вот смотрите, мне принесли сок, мы вот ещё брали пиццу, вот такой вот салат без тунца, и вот такую вот рыбку. Итак, у нас пришло время обеда, и я жля, thank you. При входе померяют температуру и дают маски, значит, нас сразу встречают турецкие сладости, перёжные, тортики, чизкейки. Дальше, фрукты, янжир, яблоки, арбуз, дыня, грейпфрукт, бананы, апельсин. И дальше у нас уже начинаются зоны гарниров, макароны, паста, индейка, овощи с грибами, курочка, луковые колечки, картошка фри, запечённые макароны, курица в кисло-сладком соусе, рис с луком. Дальше у нас есть рис, телятина, рыба в остром соусе, жареный картофель. Брокколи в сливочном соусе, фрикадельки, тушёный ягнёнок, саде из артишоков. Дальше суп из тарханы, можно добавить какие-либо специи. Дальше хлеб, вам помогут порезать, посушить. Дальше какие-либо салатики, овощи, масла, ещё одни салатики с закусками. К примеру, вот для русских гостиниц имеется оливье, и ещё одни закуски, как рыба, мясо, овощи, сыры. А мы пришли в кондитерскую. Вот у нас змеется мороженое, ванильное, шоколадное, лимонное, яблочное, банановое, карамельное, клубничное. Ванильное, шоколадное, кончики, можно добавить какие-либо сиропом. И дальше у нас вот есть ещё такой один кондитерской, как раз пирожные, печенушки, сэндвичи, турецкие сладости. Вот такая вот красота. Мы пришли на ужин. Давайте сначала посмотрим детское питание. Здесь у нас пюре в ванночку с яблоком, апельсином, персиком, бананом. И дальше есть какие-либо макароны, рис, картошка, наггетсы, сосиски и тому подобное. У нас опять же встречают курецкие, сладости, все возможное. Мы с паштиной от пахлавы до пахлавы. С грешком овеком и без. Чистинки, тирамису, эклеры. Фрукты, банан, виноград, сливы, апельсины, инжиры, дыня, арбуз, мороженое. Дальше переходим к нормальной еде. Овощи, мясо, паста. Русские пельмени, интересно. Картошка фри, луковые колечки, овощи, рис, мясо. Турецкая пицца, как называется чудея или уже итальянская пицца. Картошка фри, мясо, колбаса, рыба, салаты. Турецкая пицца, рыба, салаты, 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 салаты. Кабачки, мясо, мясо, котлеты с сыром. Картошка, картошка на пюре, свёкла, капуста. И ещё галангезе, лазанья, паста и т.д. Дальше, баранина в тандыре. Вот в форшрованном мясном паше. Ризония. Курочка из духовки и хлоп. На улице у нас есть макарон. И ещё есть кебаб байти, индейка, шашлык, рыба на гриле. Дальше, рулетики из воённого теста, картошка по-деревенски, мясо и гнёнка. Это ещё один вариант кебаба, рис с мясом и осьминоги. На этом всё. Вы спросите, а где же можно поесть? Вот, к примеру, как вы сразу заходите, здесь находится зона детского питания, где детям можно покушать и сесть. В вечернее время с ними садятся они матери и развлекают их. Дальше начинается вот такая вот уже злотая зона в более японском китайском стиле. Дальше, как вы улетаете, начинается ресторан с пищей. И после ресторана у нас есть вот такая вот большая зона, где тоже можно покушать. И позже у нас есть ещё и выход на улицу, на центральную оленьку, где обычно ближе к ужиному времени люди садятся и тоже кушают. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, на мой аккаунт в инстаграм. И также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На следующем видео вы увидите анимацию в нашем отеле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok